В Москве на 78-м году жизни скончалась Наталья Крачковская, актриса, любимая многими зрителями. Её называли легендой советской комедии «Королевы эпизоды», чьи небольшие, но яркие роли придавали фильмам особый и незабываемый колорит. Соболезнование родным и близким актрисой сегодня направил президент. Наталья Крачковская будет похоронена 5 марта на Троекуровском кладбище. Нельзя жалеть, я сильный человек. Она никогда не жалела себя и проживала жизнь на 110% из 100. Даже после инсульта Наталья Крачковская на сцене и играла не в одном, в четырёх спектаклях. Сильная женщина, всегда весёлая и неунывающая. Ашемическая болезнь сердца, стенокардия. А где же самое главное у меня заболевание? Ожирение четвёртой степени. Ребята, вау, где? Свои пышные формы Крачковская только в начале карьеры воспринимала как недостаток. А ведь именно такой типаж и был нужен Леониду Гайдаю на роль мадам Рецасуевой в «12 стульях». Я почитала сценарий такой, видела, что там женщина с арбузными грудями ревела. Ревела, конечно. Думаю, нахал какой. Она стала любимой актрисой Гайдая. Он не только приглашал играть у себя, но позволял ей играть от себя. Однако у вас характер. Будь я вашей женой, я бы тоже уехала. Если бы вы были моей женой, я бы повесился. Когда на съёмках Ивана Васильевича актриса заболела воспалением лёгких и сильно похудела, Гайдая посадил её на усиленную диету. С утра манная каша со взбитыми сливками, в обед макароны с сыром и оладьи с мёдом на ночь. Чтобы доиграть роль, актриса снова набрала 20 килограммов. И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. И меня вылечит. Наталья Крачковская хоть и играла в коротких эпизодах, но играла незабываемо. Тексты её персонажей расходились на цитаты. Это дичь! Это дичь! А ваши цены не дичь! За всю карьеру ни одной главной роли. Но по востребованности в кино ей мог позавидовать каждый. Даже в 90-е, когда отечественный кинематограф переживал не лучшие годы, Крачковская не переставая снималась. А ещё учила детей в своей актёрской школе и смешила зрителей в театральных комедиях. Я умею любить людей. Причём не то, что на словах, а вот по-настоящему. В добром отношении к людям, наверное, я и черпаю всё то, что во мне есть. Также мы сегодня с вами 3 числа подойдём к могиле нашей дорогой, любимой Натальи Леонидовны Крачковской, заслуженной артистки, которая не стала 3 марта 2016 года, 8 лет назад. Причина смерти, указанная в интернете, острый инфаркт. Но там, на самом деле, был целый букет уже заболеваний. Наталье Леонидовне было 77 лет, когда её не стало. Её могила находится также на Троекурском кладбище. Мы всегда стараемся вне памяти подходить к могиле Натальи Леонидовны Крачковской с букетами цветов. Если помните, мы и портрет приносили, и делали новогоднюю красивую сказку, по-моему, года 2 назад, когда на могиле Натальи Крачковской не было ещё памятника. Как-то пытались хотя бы... Потому что вообще ничего не было. Пытались хоть немножко украсить её могилу. В прошлом году установили памятник. Необычный, странный памятник. У меня ощущение, что он просто недоделанный. У нас сегодня просто день компании ритуальной таблички. Ребята нам также сегодня предоставили портрет. Снова портрет на могилу нашей дорогой, любимой киноактрисы Натальи Леонидовны Крачковской. Портрет я вам сейчас покажу. А пока хотел вот похвастаться. Вот такой вот красивый букет. Красивый. Говорите, что красивый. Красивый? Красивый. Такой красивый букет. Это даже не роза, ребят. Это что это? Ребят, что это за цветок, скажите, пожалуйста. Типа пионы, наверное, что-то такое. Ну, красивый сделан, очень пышненько. Это всё постоит дольше, чем живые цветы. Цветы живые мы ещё и не раз принесём нашей дорогой, любимой киноактрисе. Я всё-таки сегодня решил вот именно такую композицию в День памяти поставить на её могилу. И также сегодня от всех нас и от компании ритуальной таблички портрет на могилу нашей дорогой, любимой Натальи Леонидовны Крачковской. Сейчас и портрет. Показать сегодня сам себе режиссёр. Вот такой вот красивый портрет мы сегодня установим на могилу Натальи Леонидовны Крачковской. Вот. Все ссылочки на компанию ритуальные таблички, которые нам предоставили такую красоту, я оставлю в описании к этому ролику. Вам, мои дорогие, огромное спасибо за внимание, за то, что вы смотрите мои ролики в любую погоду. А погода сегодня прекрасная. Слепит солнце. Вот немножечко уже, знаете, веет такой весной прям. В этом ролике памяти наверняка будут белочки. Белочки, которых я поснимал, пока прогуливался по Тройкурскому кладбищу. Как я всегда говорю, поменьше слов, побольше дело. Двигаемся в сторону могил наших любимых артистов, которых мы сегодня с вами вспоминаем. Напоминаю, что у меня есть ВК-группа Андрей Флор. Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал Андрей Флор. Все ссылочки будут в описании. Также огромное спасибо моим дорогим подписчикам, которые присылают копеечку на поддержку проекта памяти наших дорогих любимых артистов. Спасибо вам за это огромное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!